В общем, всем привет! Помимо обыкновенных красных червей, которых я копал, я нашел вот такого вот червя. Похож на червя Лаки Джон. Ну, типа, это не название. Это, мол, наживка рыбацкая. Резиновые черви, короче. Такой вот. Прикольный червяк. Сейчас я вам покажу, короче, как правильно... Сейчас я его закопаю, погодите. Ну, типа, ему же так лучше будет. Я ухожу с рыбалки. Я вам сейчас покажу, как правильно копать червя. Тут леска. Типа, как правильно копать червя. Находим место, где вода вот так вот делает. Начинаем копать приблизительно здесь. Здесь приблизительно, может, чуть подальше. Но я, в принципе, здесь это делал. И, в принципе, нормально все. Вот. Сейчас, не знаю, может, где-то около 12 время. Но суть в том, что это не особо-то и важно. То есть, чтобы вот так вот заливал, это даже нормально. То есть, так даже лучше, чтобы заливал. Вот червя тогда будет самого умывать. К нам. Вот. Да. Только не так часто. Это уже слишком так часто. Но так я нормальное расстояние выбрал. Да, серьезно, тут что-то слишком много заливает. Иногда, когда редко заходит, это как бы нормально. А когда вот прям часто-прчасто, это не должно быть так. Сейчас. Вот. Черт. Вот он. Вот. При вас выкопну. Вот второй, кстати. Только их надо успевать хватать, пока их не смыло. Вот. Такие вот червячки. Вот он. По консистенции как мотыль, тоже многощетинковый. И вот так вот они просто копаются. Просто терпение побольше. Вот. Все, пацаны, спасибо. Видите? Вот. Вот. Ну и все. То есть, вот так вот просто это делается. Сейчас я траншею вырою, чтобы их вынесло. Потому что, знаете, они же типа в песке живут, но не рядом с водой. То есть, они живут на таком небольшом расстоянии от воды. Кстати, чтобы у вас те черви нормально дожили, допустим, до завтра или еще какого-нибудь дня, советую вам, знаете, как сделать? Берете емкость, насыпаете вниз песка немножечко, заливаете его водой, чтобы он был, ну вот, как этот песок. Вот такой вот. Потом после этого кладете червей и засыпаете обычного песка сверху. Вот. И они у вас выживают. У меня выжили. Вот. Ну и все, в принципе. Всем спасибо за просмотр. Наловили целое ведро дорадо. Как выяснилось, вот эта рыба, это типа дорадо. Вот. Она мелкая. Ну, она гораздо крупнее вырастает, но около берега такая плавает. И типа, несмотря на то, что мы далеко кидали, ловилась именно такая. Мы, я говорю мы, потому что я с мужиком рыбачил на пару. Свою удочку ему добавил. Ну вот, суть в том, что... О, вон, смотрите, кто-то хлеба кинул. Суть в том, что у нас ловилась только крупная... О, сейчас кефаль приплывет, да? Да, сюда плывет кефаль. В натуре, то есть кефаль ест так, да? Не, ну тут кефаль из воды выпрыгивает. То, что она как бы ест хлеб, который так болтается, это как бы не очевидно. Но, вернее, наоборот, очевидно весьма. Но, как бы, сам факт. Кинуем подальше, а то они, походу, боятся близости. Всё. Вот. Ну и, типа, нам этого хватало. Мы даже уже перестали, знаете, фидер использовать как фидер. Мы начали его использовать как отводной поводок. Чисто делаешь проводку, ждёшь. Проводка, ну, то есть подматываешь, ждёшь, подматываешь, ждёшь. И они там клюют и просто вытаскиваешь, типа, вот так вот. То есть без колокольчика. Просто, наконец, смотрели и чувствовалось там, когда кто-то клюёт. Вот так и ловили. Вот так и клевало. Кефаль ловили, то есть вылавливали кефаль несколько раз. Но мелкую. И клевала она на падении. То есть я смотрел, как она там клюёт. Достаточно прикольное зрелище. И вот. То есть там целая стайка скапливалась. И на хлеб она вообще шикарно реагирует. Ну, там все всплываются, если уж на то пошло. Ну и ладно, в принципе, это последний день, когда я здесь. Завтра я уже улетаю. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся. По-любому, да. Все, пока. А, Астрахань скоро. Скоро Астрахань. Ждите, ожидайте. Все будет круто. Если найду где там телефон позаряжать. Если нет, то ну трындец. Субтитры сделал DimaTorzok